коллеги всем здравствуйте зовут меня александр раевский а можно попросить презентацию включить и пока я включают я хочу вам задать такой вопрос у вас сегодняшний вечер распланирован ну давайте живее просыпайтесь распланирован вечер а завтрашний день вы сегодня когда собирались сюда на форум завтракали со своими близкими надеюсь планируете вечером встретиться к сожалению я вам скажу сейчас такие вещи которые очень важны именно с позиции того что написано за спиной надежный успех на фронте и кадры решают все человеческая жизнь это приоритет это должно быть национальным проектом нашей страны это необходимости это выживание нашей страны в любых условиях поднимите пожалуйста руки кто умеет оказывать первую помощь лес рук из тех кто поднял руки поднимите пожалуйста теперь руки те у кого есть с собой аптечка первой помощи можно я пожму руку я тоже с петербурга приехал с полностью укомплектованной аптечкой первой помощи и дмитрий точно так же внезапная остановка сердца внезапная сердечная смерть происходит абсолютно в любом возрасте абсолютно здорового человека 70 процентов этих остановок сердца еще не изучены от новорожденного до глубоко пожилого человека представьте себе который ничем не болеет без травмы без внешнего воздействия внезапная сердечная смерть в любой момент гибель коры головного мозга то бишь нашей с вами личности происходит в течение 3-5 минут без начала базовой сердечно-легочной реанимации простейшего комплекса реанимационных мероприятий не требующих медицинских знаний обучения на спасателя в медицинском колледже или вузе просто давить на грудную клетку с определенным ритмом до прибытия бригады скорой помощи среднее время прибытия бригады скорой помощи на адрес вызова от 10 минут чисто физически мы еще с вами не изобрели телепорты для того чтобы профессиональные медицинские работники со всем оборудованием оказались рядом с пострадавшим правду ведь говорю жизнь при осколочном ранении любом резаном ранении магистрального сосуда к примеру плечевая артерия или бедренная артерия скорость кровопотери такого что через полторы минуты вы теряете сознание у вас есть полторы минуты на то чтобы оказать себе первую помощь наложить себе жгут для того чтобы произвести временную остановку кровотечения через пять минут ваше сердце останавливается от кровопотери потому что пустому сердцу трудно биться не ни одна бригада скорой помощи за эти пять минут не успеет оказаться в вашей квартире рядом с вами это так пару слов о мотивации надежный тыл успех на фронте и кадры решают все человеческая жизнь важно и спасение начинается с того человека который сидит рядом с вами не дай бог вот произойдет сейчас внезапная сердечная смерть лопнет это стекло прилетит осколком в кого-то ваша жизнь будет в руках вашего соседа когда началась специальная операция кратко оба общественного движения легион 10 лет назад мы самоорганизовались из небезразличных идейных сотрудников скорой помощи сотрудников стационаров сотрудников пожарно-спасательных формирований и начали отрабатывать взаимодействие путем обучения первой помощи и формирование различных симуляционных ситуаций для отработки этих навыков и в целом это было направлено на отработку взаимодействия служб в эту команду начали входить потихоньку студенты медики студенты спасатели заинтересованы люди которые занимались на уровне волонтерства поиском пропавших без вести таким образом в течение десяти лет мы развивались придумали соревнования большой симулятор которые ежегодно проходили в городе санкт-петербург съезжались со многих регионов замотивированная скажем так профессиональная группа когда мы начали заниматься активным волонтерством по решению различных мульти дисциплинарных вопросов это было начало пандемии и в начале пандемии мы проанализировав ситуацию создав мульти дисциплинарную группу начали заниматься волонтерством созданием сисы вот 3d печать найдя методом вертикальных связей прошу прощения вертикальных именно горизонтальных связей когда вертикальный работает работает горизонт и принцип 6 рукопожатий 3d мейкера на тот момент которые были разрознены мы достали от итальянцев чертежи специальных переходников на вирусно-бактериальные фильтры потому что в принципе пандемия начиналась точно так же как началась сло все понимали что это страшно кто-то не верил еще и считал что это простой грипп кто-то вообще следил за этим в телефонах мобильников там в новостных каналах и это как-то не касалось никого когда объявляли локдауны люди ломились на шашлыки в строймаркет и выходя с дежурства будучи на тот момент реаниматологом на скорой помощи ты выходишь движу что ты выходишь из ада из смерти там где-то людей вытаскиваешь с того света с сатурации 3 и 4 вообще не думал что такое возможно что у человека сатурация 3 и 4 все же теперь знают что такое сатурация правильно а человек с тобой еще разговаривает и тут ты видишь как стоят дикие очереди нос в затылок у всех ремонт начался локдаун же объявили выходные там и прочее ты говоришь люди люди вы что тут делаете ты приехал покупать хоть какой-то фильтр хоть какую-то тряпку на лицо потому что вот в самом начале не было ничего приехал покупать распылители для того чтобы обрабатывать салон санитарного автомобиля жидкостями санитайзерами того прочее а у людей ремонт вот тогда начали создаваться эти методики которые мы потом успешно применили при решении вопросов по линии свого и по линии свого в принципе началась та же самая паника и истерия среди населения среди мобилизованных среди гражданских никто не знал что ожидает люди начали получать повестки люди поехали в военкоматы люди начали лихорадочно собирать необходимые вещи для отправки на фронт опять же это финансовая составляющая и это панические настроения у людей потому что они не знают что делать за что хвататься и как самое главное выжить и мы начали определяться что в краткие сроки бесплатно мы должны дать людям необходимую информацию по самоспасению и оказанию взаимопомощи стандартный курс первой помощи курс обучения включает себя 16 академических часов у нас нету этих 16 академических часов потому что выходят на связь люди которые уже через сутки через двое садятся на эшелом и уезжают в прифронтовую территорию соответственно нам нужно эти массы прогнать мы начали разрабатывать методику экспресс-курса первой помощи которую поддержали главный внештатный специалист по первой помощи российской федерации леонид игоревич дежурный главный внештатный специалист по первой помощи северо-западного федерального округа андрей иванович махновский главный специалист по первой помощи санкт-петербурга залипово зульфия абдуловна я изложил им идею у нас есть записанный формат видео лекции которые доступны для просмотра на любом гаджете мы ставим критерий что люди просматривают эту информацию и и приходят к нам на четырехчасовый практический курс таким образом мы теорию закрепим практикой в минимальном объеме дадим жизненно важные знания и навыки чтобы люди могли уже дальше либо те кто остаются в тылу пройти этот курс по линии первой помощи действия в чрезвычайных ситуациях и как мы тогда предполагали к сожалению мы это в дальнейшем увидели диверсионно-разведывательные группы начали работать начали производиться диверсии и к сожалению ужасные теракты которые еще больше показали насколько важно здесь и сейчас уметь себя спасти с помощью социальных сетей мы распространили эту информацию о том что мы проводим данный курс к нам присоединилась больше 35 инструкторов первой помощи различных организаций но это были проверенные профессионалы которые этим занимаются не один год мы создали пять видов курсов при том разрабатывая курсы по первой помощи как-то мы осознали что оказывается нужно провести курсы по средствам индивидуальной бронезащиты курсы по радиосвязи курсы по дронам и их опасности дмитрий олегович непосредственно принимал участие в создании этих курсов и проведении этих курсов за обозначенный период тут на данный момент по нашей официальной статистике через нас прошло больше двенадцати тысяч человек это бойцы спецподразделений которые шли по курсу ну как мы это называем модное рекламное название тактическая первая помощь рекламный бренд определенные организации хотят зарабатывать денег и тактическая первая помощь звучит круче поэтому и стоит дороже правильно логично на самом деле первая помощь везде скажу слово тактически сейчас вот даже когда коты на передовой которых чтобы мышей ловить они называются тактический код который ловит тактическую мышь поэтому первая помощь она везде первая помощь и только та ситуация в которой вы оказались те обстоятельства в которой вы оказались будут регламентировать порядок ваших действий какая разница красная зона горит автомобиль перевернутый на кольцевой при дтп горит квартира или вы находитесь в зоне боевых действий в зоне боестолкновения это красная зона где оказывается минимум минимум помощи и происходит эвакуация в другую зону поэтому мы сделали именно акцент на подготовку бойцов с теми особенностями в которых им при придется оказывать самопомощь например оказать себе помощь в виде наложения жгута будучи полностью экипированным с автоматом на шее и в бронезащите гораздо сложнее чем в костюмчике здесь зале бизнес и те партнеры которые начали нам оказывать содействие это было все не сразу это было поступательно потому что сначала нам необходимо было создать готовый продукт и технологию который предъявить в мир не просто так что мы придумали тут новое что-то а показать хоть какие-то результаты к нам потянулись люди которые потихоньку создали в принципе то межрегионально межрегиональную команду которая сейчас активно работает больше двадцати площадок на территории санкт-петербург коммуникацию мы проводили через телеграм закрытый канал нам необходимо было обеспечить безопасность группы наших инструкторов поэтому в самые первые дни было принято решение что мы не будем фотографировать постить и рекламировать непосредственно проведение курсов мы не могли засветить лица наших курсантов мы не могли подвергнуть опасности засветить лица инструкторов потому что неизвестно в какую группу какой курсант мог прийти под видом обычного человека и оказаться каким-либо диверсантом. И в целом, еще раз повторюсь, паранойя продлевает жизнь. Это более чем стало актуально. Поэтому мы начали использовать помимо Телеграма. В Телеграме это абсолютно закрытая частная группа, в которую можно попасть по ссылке приглашению. Эти ссылки были у правительства города, у ведомственных организаций. И у наших партнеров общественное движение «Рокот», которые, соответственно, проводили еще проверки со своей стороны. Поэтому в чат попадали люди после серии проверок, а уж на занятия они приходили через систему «Таймпад». Наш координатор Наталья Демкович, которая занималась регистрацией, то есть была создана команда, в которой был руководитель, это я, и, соответственно, руководители всех направлений. У каждого были свои задачи, каждый с ними справлялся. Наталья разработала систему регистрации через «Таймпад», куда люди предписали свое обращение абсолютно никакой анонимности. Если ты хочешь скрыть свои данные, до свидания тебе не к нам, иди куда-нибудь в другие места еще. Эти списки формировались. Списки эти предоставлялись в силовые ведомства. Они были оповещены о том, что мы делаем, какие курсы мы проводим, на какой территории. Площадки были согласованы, и, соответственно, от силовых структур мы получили необходимый инструктаж о том, как действовать в случае нападения, либо в случае выявления потенциального диверсанта. Добровольцы создали диспетчерскую службу. Ну и, соответственно, как я сказал, преимущество всего этого дела. Мы дали бесплатную информацию, бесплатный навык для населения. Мы сделали анонимными наших инструкторов для того, чтобы защитить их и их семьи при любой малейшей угрозе. Мы сделали это безопасно, саму площадку. Обучающаяся группа не подвергалась опасности, вне зависимости от того, это были гражданские лица или военнослужащие. Ну и, соответственно, группы форума по темам. Мы разделили первая помощь в действиях в чрезвычайных ситуациях для гражданского населения, взаимодействие с оперативными службами. Первая помощь в условиях боевых действий, все варианты эвакуации раненых и пострадавших, и самопомощь, и взаимопомощь. И, соответственно, пошли тематические группы по вопросам дронов. Дмитрий Датсков отвечал за это, за тематические фокус-группы по средствам индивидуальной бронезащиты и прочие интересные моменты. Значит, с чем мы столкнулись серьезно? Огромнейший поток информации. Как я вам описал, 12 тысяч человек. Больше 12 тысяч человек на данный момент. Вот это та группа, которая через нас прошла. Физически это тяжело. Преимущества таймпада, я думаю, что вы сами все распишите, рассмотрите. Сильно расписывать не буду. Чего мы достигли неожиданно, как, скажем так, вот, как сердцевина с кучей лучей солнца в разные стороны? У нас начали появляться новые горизонтальные связи. Священнослужители Русской Православной Церкви, которые пришли к нам на занятия, в дальнейшем к нам вернулись с просьбой о помощи и взаимодействии. Помимо того, что были налажены тематические курсы для прихожан, которые призывались и, соответственно, уходили с территории этих церквей, также мы наладили взаимодействие по линии гуманитарной помощи, которую направляем на Донбасс. И на сей момент все это работает. Это и помощь нашим подразделениям. У нас довольно-таки много коллег медиков и пожарных, которые там служат сейчас, оказывают помощь, спасают. У нас есть возможность с ними обратной связи, у нас есть возможность помочь им гуманитаркой, ну и, соответственно, решать общие вопросы и задачи. Мы начали заниматься и растить молодое поколение, потому что если мы не начнем правильно, грамотно воспитывать молодое поколение, то это путь в никуда. Соответственно, патриотическое воспитание, как вы видите, кадетские классы МЧС, которые усиленно проходят подготовку, занятия с прихожанами, занятия с профессиональными группами. Нас поддержали депутаты Госдумы, нас поддержал Народный фронт в этой инициативе. О проекте было доложено министру МЧС, который дал максимально высокую оценку всему сделанному. Соответственно, наши инструкторы по мере возможности выезжают на передовую и обучают подразделения, которые находятся непосредственно на линии боевого столкновения. Мы очень всегда переживаем, когда такая группа у нас формируется, но уже по-другому мы не можем, и подразделение приходит с боевого выхода, немножко отдыхает и начинает заниматься изучением первой помощи. И на самом деле это дает эффект, самый главный эффект, это когда наши воины, мужчины и женщины возвращаются с передовой, во-первых, живыми, а совсем тепло на сердце, когда они говорят, ребята, спасибо вам именно за эти знания и навыки, потому что благодаря им удалось выжить самим и вытащить еще энное количество человек оттуда. Ну и, соответственно, в процессе формирования и развития этого курса наши друзья, коллеги и партнеры, которые различными способами нас поддержали, начиная от хоть какого-то финансирования, потому что, еще раз повторюсь, все то, что я вам сейчас рассказал, происходило на абсолютно безвозмездной основе. То есть, с людей, которые приходили к нам на курсы, мы не взяли ни копейки. Но сегодня коллеги все рассказали, что, ну вот просто так у нас не бывает ничего. Бинт стоит денег, жгут стоит денег. Жгут проживет чуть дольше, чем бинт, но жгут эсмарха рвется уже на пятый раз растягивания. Поэтому, вот, нас поддержало правительство Санкт-Петербурга. Торопят активно завершать. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, российское общество первой помощи и такие гиганты, как Газпром, профсоюз Газпрома и профсоюз ГУПТЭКа Санкт-Петербург. Однозначно, вот, из того, что я хочу сказать, это должна быть целевая программа, это должен быть национальный проект, полностью финансируемый государством. Потому что, помимо того, что, вот, как я вам сказал сейчас, бытовой момент, мы все с вами сегодня с утра проснулись, поцеловали своих любимых, и мы планируем вечером с ними увидеться. Как минимум услышаться. Как максимум у нас распланировано еще энное количество времени вперед. В любой момент, либо мы с вами, либо кто-то из них может погибнуть. Первой помощью должен владеть каждый, для того, чтобы как минимум продержать человека в состоянии не клинической смерти, а уже реанимационной жизни до прибытия бригады скорой помощи. Продолжение следует...